Кобеляк Кобеляк И он в общем то делал это на дому В каком то таком флигеле Я был в том самом легендарном флигеле До этого это делал его отец Но с отцом я не познакомился А вот он умер к тому моменту Когда я сюда приезжал А вот с Николаем Андреевичем был знаком И был знаком даже лично Вообще он человек был неконтактный Если вы так вот с улицы пришли Ну представьте 400 человек каждый день И с каждым попробуй поконтактируй Поговори Но это очень очень непросто Но получилось, что в один из приездов со мной был мой друг Волтер Джеффрис из Техаса, который переезжал и жил в Донецке пару лет, и вот мы с ним приезжали сюда, к Николаю Андреевичу Касьяну. И вот он почему-то так полюбил моего друга, бородатого американца, так с радостью с ним общался, что и мне вот немножко перепадало его внимание, и я мог так же перекинуться с ним парой слов и даже сделать фотографию на память. Ну, в общем-то, это было интересное время. Не знаю, кому как, я разное слышал о нем, но мне помогало, действительно помогало, и, в общем-то, моя спина чувствовала невероятное облегчение после сеансов Николая Касьяна. Наблюдал я за этой очередью со всего бывшего Советского Союза, которые стояли там по несколько часов, и приемы были в 12 дня и в 12 ночи, и, в общем-то, те, которые сталкивались, они, наверное, это все помнят. И, в общем-то, страждали люди, хотели. Кому-то это помогало даже начать ходить, и кому-то это помогало вообще как-то стать на ноги. Вторая вещь. Вторая вещь, по которой я запомнил кобеляки, и, наверное, из-за которой я очень хотел заехать сюда. Это сейчас в моей жизни практически нет хлеба, я не ем его в своем рационе ежедневном, да, ну как-то так вот ушел и все. А тогда я довольно активно ел хлебобулочные продукты, и вот здесь был самый вкусный хлеб в моей жизни, который я когда-либо ел. И назывался он Кныш. Это был такой довольно неприметный белый хлеб с укропом, но он был настолько вкусен, что мне захотелось его попробовать еще. И я обошел сейчас все, я обошел несколько каких-то магазинов, я, по-моему, нашел тот киоск, где я покупал хлеб 15 лет назад, но он оказался закрыт. Либо киоск на том самом месте, это самый центр Кобеляк, и никто не знает. Я спрашиваю, Кныш, хлеб здесь ваш? Потому что нигде больше я его не встречал, и никто, к сожалению, не знает. Потому, ну вот такое у меня расстройство. С одной стороны, приятные воспоминания, но прям накатило. Я ходил вот здесь вот на рынок, я ходил к этой церкви, я заходил в нее даже. Я ходил тут вот мимо этой гостиницы, я жил тут на соседней улице. И вот приятно, я вспомнил это время. А вот с другой стороны, казалось бы, простая вещь, и такая вот отличительная особенность, этот хлеб особенный, а его уже нет. А вот он не сохранился. Может быть, сохранился, а люди просто не знают. Может быть, для меня человек сюда приезжего, он популярен, он вкусен, он интересен. А для людей местных он совершенно не интересен, и вот им это обязательно вообще не нужно. Но как бы то ни было, кобеляки живут, масса машин, люди. Вечер, понятное дело, рынок закрыт. Понятное дело, магазины тоже не все работают. У него, по крайней мере, жизнь бурлит. И несмотря на то, что Николая Андреевича Касьяна нет, люди все равно сюда зачем-то приезжают. Тогда, как я сказал, на нем все держалось, потому что многие приезжали ради лечения, многие оставались тут жить на 10 дней, потому что средняя продолжительность сеанса была от 5 до 10 дней, которые нужно было проходить. И, в общем-то, люди тут старались это все выдержать. Но каждому человеку нужна тут и еда, нужны какие-то сопутствующие вещи. Но и сами понимаете, что здесь это было... На тот момент мне казалось, что этого достаточно. Сейчас, наверное, мне показалось, что маловато как-то сервиса, и хочется больше комфорта, но да ладно. Тогда еще деревья были большими и седены в моих волосах. Но практически не было, хотя она довольно рано начала появляться. Так что вот буду стараться о каждом месте рассказывать какие-то особые фишки, особые такие вот моменты. То есть не просто вот туристические такие поездки, туристические обзоры, а делиться некоторыми воспоминаниями. И вы можете поделиться в комментариях. Пожалуйста, не забудьте подписаться на мой канал. Не забудьте подписаться на канал в Телеграме, потому что туда я добавляю немного больше то, что не попадает на YouTube. Ну и ждите. Новая история скоро будет. Пока.